Итак, снова здравствуйте, с вами Реторн, и мы продолжаем прохождение игры Пеласов Этернити. Как вы помните, в прошлой серии мы начали исследовать бесконечное пути одно. Останулись мы на четвертом уровне, только на него перейдя, если не ошибаюсь. И сейчас мы продолжим. Продолжение следует... Вот так, мы как раз остановились сегодня перед слизнем. Вот. Так, давайте посмотрим, что у нас тут получается. По карте. Это была та самая голова. А здесь мы все исследовали. А, да, хорошо. Поехали. Поехали. Не знаю, что мы там обнаружили. Поехали. Главное, что это обнаружил еще я. Глубы открыли. Так, смотрите-ка. Зрели быстронукости. Убираем. и продолжаем наше путешествие так смотрите-ка еще одна лестница вниз и вот только вот здесь не были сами давайте наверно сюда вернемся быстренько а потом пойдем вниз и вот здесь одну центр это по идее там нельзя ничего посмотреть смотрите они здесь могут пойти а да и смогу здесь пройти справились нашли труп на котором мы нашли охотничий лук упорством 20 легких попадания сны с обычно постепенный урон 25 процентов на 5 секунд и повреждение 3 урон плюс 45 смотрите-ка я бы даже посмотрел какой сейчас лук у сагане а у нее всего лишь охотничий лук хорошего качества так сейчас она у нас будет только к все теперь всегда они нас будут нанесить урон оказывается сень а вот а флейма шоу нас они а его здесь мы сейчас мы не обыскали ничего интересного все получается это место мы с вами исследовали вперед ниже а из а а а а а а а а а Ракивник, сори, боец. Неужели мы дошли до кейса? Сколько мы сразу убили, точнее не убили, а получили ресурсы, что мы здесь целая армия убили. Ниши установлены соломой и пучками перевер шерсти, в воздухе висит мускусный запах. Не по всему мы пришли туда, к концу. Это главная лестница. Субтитры делал DimaTorzok Это все! Моя комната! Отлично. Снова справились, снова нашли кучу всяких плюшечек. Никому не нужных уже. Конечно. Я взгляну. Продвигаемся дальше. Бочки с грибами. Хорошо. Так. Сури их. Одинокий. Припасы. Я как раз думал о том, что у нас мало припасов. Ну то есть в нем мало, а три всех. Так. У нас какая-то комнатка. Тарак. Поверх Jesolo J saetta Motissimae. Так. Тарак. 44 00-액лонов. Что-то хотя представл. М savesIGHT. Многие. Ну тут können Elise Fashiji. У woods. немножко драгоценных камней а сейчас вы смотрите какая-то комната ага комната ведущая сокровищницу деньги деньги украшенный офис расхождение дорога эти меча из качественного металла неизвестно но не похоже что он был сильно подвержен воздействию окружающей среды так на письмике эти другие части я нашел обломок и рукоять сарипы сложили в кучу монеты половина ювелирное украшение разбитой части изысканно украшенного оружия и доспеха булава и щит хорошего качества уже нам это не нужно у нас лично три ловушечки записка страница журнала экспедиции похоже страница вырвана из какого-то какого-то более объемного текста скейды больше нет я знаю что мерик сделал все что мог мере говорить что назад возвращаться теперь смысла нет думаю главное выбраться из этих уин живыми мы уже потеряли половину нашей группы и я не знаю как мы здесь выживем особенно без скейды боги позволили нам найти этот кабинет с книгами за эти фолианты мы получим хорошие деньги нам не нужно двигаться дальше но эта печать волновала его кровь он уверен что мы найдем и другие генетарские реликвии тоже точнее ниже с каждым шагом мы удаляемся все дальше от верной добычи заходим все глубже на незнакомую территорию не знаю что на него нашло не могу перестать думать об эдрике и и крика вот здесь по моему и живет дракон или нет точнее здесь рядом с этим местом труп на кровь бассейна скручен в муках в своей последней агонии гниющие костлявые руки все еще тянутся к горле вязкой смеси крови и хрящей по качестве конечности органа крова месли периодически колыхается порывах ветра из туннеля да это если бы мы сюда упали вот так вот здесь по-моему дракон живет все дороги ведут сюда и так понимая да у нас тут выкуп не будем показывать 70 монет всего лишь забирать если отпускать так давайте сохранимся перед вами драконом неизвестно вдруг он единственный монстр который скалируется под наш уровень да вот и он на краю большого зала в окружении толпы переговаривающихся со рипов стоит массивная рептилия ее морда запрызгана кровавыми остатками недавней трапезы куски мяса еще нанизаны на свои потревожный перешел перетаптываются с надеждой глиня на дрейка когда чудовище вызывающий расправляют кожистые крылья касаясь колон по углу сторон да да еще жертвы он коротко хлопает крыльями сметая лбу к пыли иди сюда человек ты будешь достоин чести говоришь дрейк роет землю когтистой лапой я говорю и камни дрожат я говорю ящицы приносят золото я говорю и ем хорошо да я говорю все держат воприношении аксел рипов ты хозяин глубинах хозяин в глубинах в глубинах жертва не слишком умна вам кажется что участок чешуи на груди дрейка начинает светиться оранжевым куда он смеется хозяин сделал меня к господином здесь здесь я король она вырывается из его ноздри изъяющей пасти я бог огня и золото так глубоко подземелье я нашел отличную скульптуру была которая была зона и так подождите на пятом этаже столкнулся со взрослым дрейком именно это существо питалось принесенными жертвах с его рипами и она казалась достаточно старым чтобы говорить не одну прежде чем напрасно меня дрейк сказал что хозяин дал ему власть с хозяином и не встретили что же наверно хорошо ну что ж поехали сразу на 1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 10 11 12 14 15 15 15 15 15 16 15 так дрэйка мы убили так смотрите одиночество ильфа на бирнгара отклонение 12 так и бонус максимальной выносливости плюс 15 ожерелье давайте посмотрим на щит а у нас отклонение 16 здесь тоже 16 точность минус 4 правда здесь . 8 нам нужно танковать сюда и бонус максимальной выносливости у нас по мне как не наково одеть яс так его спуск вниз покрывающим кирпичном кладку угольной черном пепле видны слаборазличимые силуэты представители разумных рас то есть если он типа кого-то сжигал хорошо ну что ж поехали вниз так здесь же мы все исследуем смотрите тут уже все по-другому выглядит думаю мы уже близко костями чувствую но архитектура поменялась но архитектурка менялась тоже какой то линии какой то линии ооооу ребятки тут уже много врагов Спирит волшебный, которая у нас сейчас должна запросить. Спирит волшебный, которая у нас должна запросить. Ну, большое довольно скопление скелетов, я думаю. Это еще на несколько уровней выше. Смотрите. 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 Ниши вырезаны простые иероглифы. Окей. Надеюсь, что мы найдем ее где-нибудь здесь. Потому что, судя по всему, она нам будет нужна. Смотрите. Давайте пройдем сюда. Смотрите. 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 Ну, возможно, что в эти двери нужно вставлять печать. Давайте тогда сначала пойдем в эту сторону. А, в этой стороне мы уже будем. Так. то есть нам один только путь сюда и давай в в в в Продолжение следует... 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 но что это почему на этих людях акулы Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но зачем? Он же везде путешествовал Следы его работ попадались не на обоих континентах Свой конец он встретил тут, занимаясь такими вещами Это и был источник всех знаний Вот эти эксперименты, тела Но он лишь один из многих Его пример не значит, что ты ошибался в острове Возможно, но и в нем и точно ошибался Он был для меня примером Я хотел... А, забудь, когда вздыхает Давай найдем табличку и уберемся отсюда И что это место выяснилось? Это не может быть Но символы... Нет... Я был так близко Смотри, вы можете видеть Там его имя И эти символы Верту... Господи, остальное не было лишено Может быть что-то... Одна письма, даже слово Будь как под ветерей Будь как в море... Ничего... Вот его имя, вот эти символы. Доблесть, убогие, все остальное стерлось. Но должно же быть тут хоть что-нибудь. Стих, хоть да хоть слово. Будь как волны в шторм. Пусть твой гнев сравнится с гневом моря. Ну, хоть что-нибудь. Неужели ничего? Неужели ничего? Ни единого объяснения? Кана оглядывает комнату, опустив плеч. Он склоняется между сколками и сдвигает вместе несколько самых больших. Затем достает из кармана бумажный свиток и угольный карандаш. Он начинает отчаянно вводить импульс бумаги. Может получится сохранить какую-нибудь небольшую часть. Ты же нашел книгу, разве этого мало? Что нашел? Этот разбитый хлам? С тем же успехом можно принести и пустой лист пергамента. Кана вздыхает и опускает угольный карандаш. Он не сводит в ряд засколков. Но когда-то она существовала. Была тут целая. Он пробегает пальцами по Кану. Может, ты и прав. Но только подумай, сколько мы узнали. Мы первые, кто зашел так далеко за последние 2000 лет. Да, Кана моргает и оглядывает комнату. Здорово, правда? Он нерешительно улыбается. Мы сегодня на самом острее науки. Он встает. Может, хотя бы со временем станет понятно, что эти кляксы означают. Но все-таки буду рад наконец-то выбраться отсюда. Мне бы не помешал глоток свежего воздуха. Мы выполнили задание. Время, время и волна. Налоги собраны. Я буду видеть, что я могу найти. Волнистая губка. Большую приключение добавим. Так, давайте назначим. Керавиас. Смотрите, Эллоуэйн Эйн. Волшебная палочка. Давайте посмотрим на нее. Она, во-первых, наносит 11.17. Подожди, сейчас смотрю. Она носит 11.17, она 12.19. Ледяная плеть противодействия. Противодействие. Действие при ударе той 6 минус 5 на 5 секунд. О, смотрите, какая-то милость. Все, вот так вот. Вот так вот. Призма земли. Так, мы нашли призму земли и призму дождя. Дождевой углайд. Вот здесь вот похоже на дождь. Кроме этого шифра, тоже на дождь. Противодействие. Кроме этого шифра. Субтитры сделал DimaTorzok Поза нашли неплохое сокровище Смотрите Еще одно углубление Ага, мы заюзали Сейчас почему-то нас видит Интересно, кто Ладно Отряд потерял предмет Призма дождя Хорошо Так, здесь, наверное, призма огня Сюда еще не забыли Мы еще не все призмы нашли У нас только две Сюда Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да Конечно Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А, я понял Мы эти призмы ставили для того, чтобы брать Блайдов Видите, Блайдов нет Есть только призраки По всем он Проход Ну давайте сначала исследуем что у нас здесь Ну ничего Правильно все что было мы уже обыскаем Да, хорошо А возможно это нужно было еще для того чтобы открыть дверь И вот последний спуск вниз Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как отец Субтитры создавал DimaTorzok ConeTorzok Не спaced Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну где Фамир. Фамира нет. Хорошо. А, здесь уже такие серьезные враги. К примеру, просто так они не берутся, ребята. Смотрите-ка. Серьезно-насобенно. Не так серьезно, как могло бы быть, но все. Здесь уже опасно. Здесь опасно. Давайте начнем с фонусом. Тоже дорогой. Хорошо. Ну что ж, тогда сейчас будем начинать уже действовать. Играет кулака. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Начнем расстреливать... Начнем сразу расстреливать... Продолжение следует... 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 Так, нам эту комнату полностью не смотрели, а тут в принципе-то и осматривать нечего. Так, давайте посмотрим, что у нас еще по карте. Комната, в смысле, не комната, а этаж очень большой. Так, давайте тогда не будем приводить в действие ее так, сейчас сохранимся и после этого приведем ее в действие тем, у кого больше всего здоровья, скорее всего, либо нашим главным персонажем, либо по режиму. Так, давайте посмотрим. Ну, окей. Ему нашли славный друг, Арбалет. Хорошее качество, координирование, слабое наложение чар, святая мощь. То есть, при атаке той же цели в роли союзника, урон при атаке неплохо. Пускай вы заганим будете. Но я думаю, что мы с вами сейчас на этом закончим данную серию. Хотя, конечно, еще бы стойко отдохнуть. Давайте, наверное, отдохнем. Дальний раз покидает крепость, понятно. А, и кстати, мы с вами, по-моему, уже перестроили все, что можно было перестроить. Поэтому ставим крепость. Итак, в принципе, мы с вами сегодня очень даже плодотворно потрудились. Ну, это, конечно, еще не конец исследования Бесконечных Пути. Но, все же уже почти. Я думаю, что это один из последних этажей. Ну, на сегодня это все. С вами был Алиторн. Спасибо за просмотры. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. И до следующей серии.